8 лет назад, в 2015 году очень пожилой мужчина привел в приют взрослую собаку. Он нашел ее в гаражах, полулысую, всю в корости, возил к врачам, лечил там же в гаражах, но легче Ладе не становилось и он попросил помощи в приюте. Ладу пролечили, она распушилась и набрала вес. Мужчина приходил ее проведывать, приезжал на Ладе к Алине, отсюда и имя собаки. Лада ждала его всегда, радовалась приходу, хотя она не очень общительная и эмоциональная собака. А потом мужчина перестал приезжать, наверное, с ним что-то случилось, возраст не щадит никого, а у Лады весь ее мир рухнул. Первое время она его ждала, выбегала, когда казалось, что слышит знакомый голос, а потом перестала ждать. Замкнулась в себе и просто живет, вернее, существует ее телесная оболочка, а душа и сердце заледенели и больше никому не открылись. Впрочем, и открываться некому, никто никогда Ладу не рассматривал в качестве домашнего питомца. В приют она попала взрослой и в приюте уже 8 лет, возраст у нее почтенный, это видно даже по седой мордашке. Ведет себя тихо и спокойно, беспроблемная собачья бабушка. Она не лает, не конфликтует с собаками, даже если они ее сильно бесят. Может немного поиграть с такими же, как она, пожилыми собаками. Она, конечно, бояка, но и патологической агрессивностью не страдает. Она просто отойдет, спрячется в свою будку и закроется в своей норке от всего мира. Я не знаю, о чем думает Лада, вспоминает ли человека, который ее, бездомную и больную, пожалел, горюет ли о нем, но мне очень хочется, чтобы Ладу забрали дожить пенсию дома. Чтобы она была любима, получала вкусняшки, была не обделена вниманием. Мне очень хотелось рассказать про нее, так же, как и про многих старых собак, доживающих в приютах вдали от людских глаз. Не стесняйтесь быть милосердными. Может это не так популярно в современном обществе, но милосердие способно излечить вашу душу и души тех, кто рядом. Возможно, ощущение, что человек подарил собаке счастливую жизнь, сделает счастливым и самого человека. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!